Накануне в Брест с официальным визитом прибыла польская делегация во главе с подляским воеводой Матеем Живна для участия в очередном заседании Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества. На встрече с губернатором региона Константином Сумаром руководители обсудили насущные проблемы приграничного сотрудничества, которое получило свое активное развитие еще в 2007 году благодаря программе «Польша, Беларусь, Украина». Как отметил глава Брестской области, за пять лет Европейский Союз профинансировал 26 белорусско-польских проектов. Для их реализации Брестский регион получил более 20 миллионов евро. Константин Сумар поблагодарил Европейский Союз за активную поддержку, однако подчеркнул, что суммы на их реализацию должны распределяться равномерно между двумя странами. Руководитель области считает, что еще есть большое количество инициатив, которые благодаря совместным усилиям стран-соседок могут реализоваться и активно развиваться. Я хотел бы, чтобы именно вы как-то посмотрели на то, чтобы вот те гранты, которые выделяются Еврокомиссией, а у нас же совместные проекты с польской стороной, чтобы они в какой-то степени более лучше финансировались из тех сумм, которые выделяются на эти проекты. Тем более тут, конечно же, не можем делать серьезный упрок, надо за это благодарить, например, Евросоюз за то, что они это делают. Я смотрю, что если брать проекты определенные, в том же Каменецком районе, там и по школе, и сейчас отрабатывается проект по парку Высоково, у нас получается так, процентов 10 на нашу сторону, и 90 процентов остается в польской стороне. Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина имеет продолжение. Для ее реализации в 2014-2020 годах Брестский регион будет предлагать инициативу строительства нового пограничного перехода между Польшей и Беларусью «Томашовка-Владава». Во время встречи Константин Сумар и Матей Живны обсудили и другие аспекты взаимного сотрудничества. Строительство и транспортно-логистические услуги, наука и образование. У регионов есть чему поучиться друг у друга. Совместные инициативы представителей Польши и Беларуси могут дать неплохие всходы. Правильно делаем мы, область, когда у нас есть хорошие наработки, связи договорные с регионами Украины, непосредственно с областями, с российскими регионами, с областями Казахстана. В том числе у нас хорошие наработки есть и с Любинскими воеводствами, и с вашими воеводствами. И надо было только просто, может быть, чаще как-то встречаться, сферать свои действия и общими усилиями делать все возможное, чтобы больше вливаний мы делали через Евросоюз, как раз через комиссию, которую вы работаете, именно для развития наших регионов, для наших связей. Несмотря на то, что исторически Беларусь и Польша долгое время были вместе, сегодня их разделяет граница. Матей Живны отметил, что было бы неплохо упростить визовый режим. Однако, как подчеркнул воевода, не стоит забывать, что попадая на территорию Республики Польша, человек попадает в Европейский Союз, в состав которого входит большое количество государств. Воеводство Лубельское, подобное как воеводство... Здесь, конечно, надо затронуть проблему трансграничного, приграничного движения, перемещения. То, с чем польская сторона, конечно, смирилась, и мы готовы, мы готовы это уже привести в движение, запустить этот проект. Я не знаю из-за чего и почему, и все время нет осуществления этого проекта с белорусской стороны. Это, конечно, принесет большую выгоду территории по обеим сторонам, как белорусам, так и полякам. Вы должны помнить, что польско-белорусская граница, это граница не только между Белоруссией и Польшей, но и Белоруссией и Европейским Союзом. И вы, конечно, это должны учесть, что это не отмена виз только между Польшей и Белоруссией, а вообще между Белоруссией и Белоруссией и Евросоюзом. Дружеские и дипломатические отношения Белоруссии и Польши уже давно развиваются. Существуют партнерские организации и союзы, налажено торгово-экономическое сотрудничество. Так, в сравнении с 2012 годом, темп роста товарооборота между Польшей и Белоруссией увеличился практически на 10%. Активное сотрудничество регионов двух стран поможет развивать культурные связи, а также будет способствовать интенсивному экономическому развитию подляского и брестского регионов.